Привет, друзья! А вы знали, что компания Альфа-Пет, прежде чем выпустить на рынок какой-либо свой новый продукт, будь то сухой корм или влажный, проводит помимо лабораторных исследований и анализов, еще и проверку на вкусовую привлекательность, на поедаемость и также на фекальные массы? Да, друзья, у компании Альфа-Пет есть свой уникальный научно-исследовательский центр, который 24 часа на 7 исследует именно эти процессы. И основные ученые там, друзья, животные. Так что вместе с вами мы сейчас его и посетим. Усаживайтесь поудобнее, маша хвостиками и погнали! И так, Оль, расскажите, где мы находимся? И какое-то отношение имеют к Альфа-Пету? Самое непосредственное. Мы находимся рядом с заводом Альфа-Пет, и мы являемся одним из отделов компании НПЦКТ. Вот, да. То есть, один из отделов завода Альфа-Пет напрямую. То есть, это именно структура завода, мы называемся отдел по тестированию кормов. Вот, и здесь у нас работает 70 животных, 28 собак, 42 кошки. Вот. Они у нас здесь пробуют корма и говорят нам, насколько они вкусные. Вот так вот? Да. Кроме пробы кормов, то есть, насколько они вкусные и невкусные, у нас здесь еще идет оценка фекалий. Как вы знаете, это очень больная тема и такая очень животрепещущая для владельцев, для всех. Конечно, конечно. И оценка переваримости. Ну, оценка переваримости у нас здесь проходит только часть оценки переваримости, такая чисто физическая, накормить и собрать. Ну, да, логично. Вот. А уже фекалии, образцы фекалий, образцы кормов мы отправляем в ВИШ, это Всероссийский институт животноводства. Они проводят нам анализ и дают нам уже протоколы испытаний, своих протоколы анализов, и мы на основе этих цифр, соответственно, высчитываем по формулам переваримость, усваиваемость. Если не секрет, часто ли приходится так тестировать? То есть, такая коммерческая тайна, мы, может быть, раскроем, не раскроем, как часто вот происходят новые какие-то корма делают, альфа-пэт что-то вам какие-то идеи подкидывают. Ну, смотрите, мы же тестируем не только новые корма, не только новые рецептуры, да, у технологов постоянно что-то возникает, какие-то свои интересные задумки, которые они воплощают в тестовых вариантах, и они отдают нам эти тестовые варианты. Что-то добавить, что-то убавить, поменять поставщика, надо проверить. То есть, вот в таком все формате. Поэтому у нас эта работа идет круглогодично. Да, то есть, сейчас у нас мы ждем очередную партию тестового корма для кошек, поэтому у нас, например, вот в данный конкретный момент времени у нас кошки отдыхают, а собаки у нас работают. У собака идет вкусовая панель. А вот, раскройте секрет, нам Юля случайно проговорилась на производстве, что они сейчас, ваши подопечные, тестируют новый влажный корм. Да. Идею корма, да, мы не рассказываем. И как результат, как оценка уже вашей тестовой команды, хорошо, нехорошо. Мы в предварительной оценке не говорим никому. Вот так вот, вот так. Да, даже не говорим технологам и маркетологам. Да, Юля тут за кадром хитро улыбается. Наверное, она что-то знает. Нет, она ничего не знает абсолютно. На полном серьезе. У нас, ну, по сути, мы как лаборатория, да, вот, ну, если совсем так глобально посмотреть, то есть нам дали заявку на тестирование корма, мы взяли корму, взяли эту заявку в работу, мы эту заявку отработали, все результаты оцифровали, сделали отчет и выдали этот отчет технологам-маркетологам. Ну, то есть, получается, получается, вы такая... Раньше, раньше, чем они получат отчет, мы ничего не скажем. Ага. Ну, то есть, получается, достаточно такое важное звено. То есть, есть технологи, которые придумали корм, есть лаборатория, которая составила, чтобы все физико-химические там характеристики, все было хорошо, все хорошо, и уже только потом к вам это попадает. Если вы сказали, что нам не нравится, то есть работа этих технологов, лаборатория, можно сказать, пошла... Нет, ну, я не могу сказать, что она совсем куда-то пошла прахом, нет, но, в принципе, да, схема примерно такая получается, что технологи придумывают, маркетологи подсказывают, технологи воплощают, лаборатория все проверяет на безопасность, пищевую в том числе. Но решение принимает у того все-таки питомцы. Которые говорят, что да, нам это нравится, нет, нам это не нравится. Хорошо. Пойдемте посмотрим, что у вас еще здесь на территории, потому что, ну, вот... На территории у нас... Так, камеры не показать, но сейчас попросим оператора чуть подальше вот так вот отходить, 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 потому что, ну, территория достаточно большая. Территория у нас здесь достаточно большая, да. Да, само здание питомника у нас делится на две части, вы это внутри обнаружите. Вот та часть, около которой мы стоим, это у нас часть такая громкая, собачья. Собачья. Да, с этой стороны здания у нас есть отдельно карантин. В карантине у нас два бокса отдельных, вот их можно видеть через стекло. Два бокса и хозяйственная комната. Карантин мы используем для вновь прибывающих животных. А, к вам поступают новые? Ну, да, получается так, что периодически к нам поступают новые животные. Это первый вариант использования карантина. Второй вариант использования карантина, если нам нужно, например, кого-то из своих животных временно отселить от коллектива и полечить. Ну, каких-то глобальных у нас таких происшествий нету. Ну, там, допустим, простерилизовали, и нужно, чтобы собака сидела отдельно, чтобы, да, не трогала швы, и ее никто не заигрывал. Пойдемте так дальше. Соответственно, мы садимся в карантин. Вот. Здесь же у нас с этой стороны весовая. Мы изнутри посмотрим, где мы взвешиваем корма и подготавливаем к кормлению миски. У каждой собаки есть своя индивидуальная норма корма, что влажного, что сухого. Вот. У кошек нормы общие для всех. Вот. Ну, просто кошек больше. И, в принципе, как бы, если по собакам мы можем проследить, чтобы каждая свою норму съела, то по кошкам это проследить сложнее. Поэтому мы сделали усредненные нормы и следим просто за их внешним видом. Вот это у нас уже с вами вторая пошла, более тихая половина питомника. Здесь у нас живут кошки. У кошек 4 вольера, у собак 8 вольеров. У них будет 8 внутренних вольеров и 8 внешних вольеров мы с вами видим. У кошек 4 внутренних вольера и 4 внешних вольера. Вот они у нас из окошка выходят на площадку специальную перед окном. Рич, ну не пугай ты его. Киса, а ты не приставай к Ричику. Вот. А как в основном к вам питомцы попадают? Либо мы покупаем, либо мы покупаем у заводчиков первый вариант, второй вариант у волонтеров. Ну, все собаки у нас, кроме вот этих двух как раз, Хаси и Лабрадора, да, они к нам попали от заводчиков, Хаси к нам попала от волонтеров, а Лабрадор это наш сын-полка. Вот. Кошки у нас частично куплены у заводчиков тоже, частично взяты у волонтеров. Угу. Ну вот. Ну вот. Ну вот это вот у нас метис Бобтейла, вот это Маня, вот сидит рядышком черненький ее брат Нафаня, это брат и сестра. Да, это брат и сестра, родные причем. Сейчас вот так вот покажу своим пальцем, вот раз и вот два, это брат и сестра, обалдеть. Да, это у нас брат и сестра, они взяты из частных рук, вот, вот там вот у нас лежит брат, вот это его сестра черненькая с беленьким, это у нас кошку мы брали тоже из частных рук, и в общем, в процессе карантинирования выяснилось, что кошка беременна. Потрясающе. Да, то есть, ну когда мы брали, она была только-только в начале беременности, а пока мы ее откарантинировали, пока стали в вольер сажать, она уже стала совсем беременная. Следующая бригада кошачьих тестировщиков. Вот, следующая. И вот это вот, кстати, вольер, это вольер физиологическая панель, это животные, которые сидят для оценки фекалий и переваримости. Ага. Вот, да, они всегда едят один вид корма, корм может быть разным, но это всегда один вид корма, вот, и у них тоже есть такая особенность, ну вот из содержания кошек наших, да, у них лотки без наполнителя. Чтобы видеть? Ну, во-первых, чтобы видеть выход, да, во-вторых, когда мы собираем фекалии на переваримость, нам лишние опилки не нужны, поэтому, соответственно, выбрали, что у них будет, вот, лотки без наполнителя, они у них всегда без наполнителя, вот. Следующие три вольера, это у нас будут уже вольеры вкусовой панели, здесь лотки, как у всех дома, с наполнителем, используем мы древесный наполнитель, вот. Вот, вот это вот у нас все кошки от волонтеров, здесь у нас беспородные кошки, но они от этого не менее красивые. Украине, что красавчики. И не менее ласковые. Да, вот тоже любим на солнышке поваляться позом вверху. Хась, отстань от Нюши, пожалуйста. Вон, видите, охотится на какого-то жучка. Ага. То есть, эта бригада отвечает за вкус? Да, у нас за вкус отвечают три бригады на самом деле, потому что на вкусовую панель у нас работает за один раз 20 кошек. Вот, на фекалии у нас работает 10 кошек, а на вкусовую панель 20 кошек. Ну и, в принципе, как это легко подсчитать, да, 10 кошек фекалий, 20 кошек вкус, и из 42 кошек у нас еще 12 остаются на запас. Вот. Здесь вот у нас вольер смешанный, тут есть породные и беспородные кошки, а вот это вот у нас вольер наших тонких, звонких. Тут у нас сплошные и породные кошки, ориенталы, корниша, абиссины. Так, сейчас. Вот, давайте, конечно, собачки здорово к ним сейчас подойдем, посмотрим. Какие красавцы. А что у них за медальоны какие-то висят? Это у нас сейчас установили автоматическую систему кормления, и эти медальоны – это эрфит-метки. У нас автоматическая система распознает каждую кошку, у каждой кошки медальон, распознает каждую кошку по этой метке, и на компьютер нам выводят информацию о том, сколько и какая кошка, сколько съела корма. Сколько раз подходила к миске, сколько раз съела и какого корма. Эти три вольера у нас на вкусовой панели пытаются двумя видами кормов. У них идет сравнение между кормами. В одной миске корм А, в другой миске корм Б, и, соответственно, вот они у нас... Если не секрет, вы же не только корма приост, альфа подпустируете. Конкурентов-то, наверное, тоже смотрите. Ну, мы смотрим наше корма в сравнении с конкурентами. Конкурентами. Да. Приостатки, альфа. Ну, давайте тут очень хорошо слушать, что есть бригада особо громких товарищей. Как я говорила, у нас внутренние вольеры выходят во внешние выгольные вольеры. Внутренних вольеров восемь, внешних, соответственно, тоже восемь. Они все имеют дверки с выходом наружу. И они, соответственно, могут пожеланию, ну, в теплое время года, пожеланию выйти на улицу в любой момент, вот в эти вольеры. Ну, как, в принципе, вот двое бегают, соответственно, и бегут на улицу. Ну, то, что у нас двое бегают, это у нас уже прогулка под присмотром кинолога, либо помощника. Ну, вот, да, то, наверное, это сложно. Да, то, что здесь у нас, это уже не самостоятельно регулирует, где они хотят быть, на улице или внутри. Это вот все вольерный комплекс получается, по сути. В каждом внешнем вольере у нас еще расположены домики. На которых собаки, в и на которых собаки могут отдыхать. Обалдеть. Вот, они при желании на них заскакивают достаточно беспроблемно. Ой, фига. Пойдемте, а сейчас посмотрим, что изнутри, как все это выглядит. Да. Давайте, может быть, как? Мы можем, в принципе, можем так пройти. Пойдемте вдоль песиков заодно, что оператор поснимает что-нибудь. Да, вообще, вы классные. Да, вы великолепные. О, фига. У нас здесь собаки, в основном, средние мелкие породы, самые популярные. Я обратила внимание, что это. Да, мы выбрали самых популярных в России породы собак. Ёрки, шпиццы, чихуа, таксы, шнауцеры у нас идут, как пример, жесткошерстных. У нас есть один пекинез, как пример плоскомордой собаки. Вот, и средних пород у нас Корги, Сибаину. Угу, Сибаина, да. Вот, Сибаина, да. Сибаина, да. Сибаина, да. Сибаина, да. Две просто, видимо, не вышли гулять. А вот, если не секрет, эту идею у кого-то подглядели или все с нуля было? Ну, скажем так. Даже вот этот чип, чтобы определять, что именно эта кошка подошла, а именно это съела. Да, ну, на самом деле здесь мы колес не придумывали. Так. Вот. Такая система, как стоит у нас в России, она единственная. Наверное, ну, практически на 100%, я уверена, потому что, в принципе, эту систему... У нас был пример, во Франции в Панелисе используется тоже подобная система, вот, но вся разработка программного обеспечения, вся разработка схем взаимодействия между собой этой аппаратуры, весов с датчиками, антенн, которые считывают у кошек метку. Это все наша разработка. Да, сотрудников нашей компании. Ваши, вставали. Как раз наша рисовая, где мы взвешиваем карман и готовим их к кормлению. Так, я бронды прикрываю. Хотя здесь происходит разрешевка. Да, да, именно здесь мы разрешиваемся, наш карман. Мишечка, все подписано, то, что, чего, за всем, почему. Тут у нас, кроме вольеров с кошками, есть еще грумерская. Так. Ну, вы немножечко поздно пришли, у нас здесь вот собачку стригли, сейчас уже время жаркое становится, поэтому мы начали своих собачек приводить в порядок, начали их уже мыть, стричь, потому что на зиму мы им даем обрасти, и зимой они у нас не такие красивые. Вот, у нас есть свой ветеринарный кабинет, своя смотровая. Соответственно, свой ветеринарный врач. Соответственно, свой ветеринарный врач, да, все правильно. Вот. Она приезжает к нам регулярно. 24 на 7 она находится с нами на связи. Круто. Вот. И приезжает, проверяет наших собачек и кошечек. И внутренняя часть наших вольеров для кошек. Вот как раз вот эти вот беленькие боксики, между которыми стоит кроватка для кошек, это и есть та самая наша автоматическая система. В этом вольере у нас пока ручное кормление, потому что у нас здесь есть кошка на пристройство. То есть вы и... Да, ну бывает такое, что животные нам не подходят. Либо они нам подходят, но с течением времени им уже у нас не подходит, скажем так, немножечко кривовато. Она у нас выдала нам аллергию. То есть она у нас аллергик, сидит сейчас на лечебном корме и для работы непригодна. Она не подходит, да. Вот. Соответственно, мы ей ищем добрые руки. Угу. Вот. Так что, если у вас есть желание, пожалуйста. Да, соответственно, если кто из моих зрителей, подписчиков хочет котика от Альфа-Пет, то можно будет писать по указанным контактам. Каким-нибудь. Что-нибудь мы напишем. Да? Что-нибудь напишем? Да. Напишем что-нибудь. Вот. В остальных вольерах у нас кошки едят уже из этой системы. Вот. Ну, сейчас они все отдыхают. Да. Получается, в каждом вольере такая... В каждом вольере по два бокса. Вот. Среднее количество кошек в вольере у нас 10 голов. Соответственно, на 10 голов у нас два бокса. Это вполне хватает. В чем прелесть этой системы? В том, что мы можем поддерживать, скажем так, естественный, физиологичный для кошки режим питания. Как вы знаете, кошка питается много раз в день. До 20-25 раз у нее может быть подходов к миске. Вот. И пока у нас не было этой системы, поскольку кошки работают, то мы их кормили, как собак, два раза в день. Вот. Это было под строгим контролем сотрудников. А сейчас у нас этим занимается автоматическая система, соответственно, мы можем позволить кошкам есть так, как это для них физиологично. То есть мы с утра ставим обновленные мисочки со свежим кормом и дальше уже в течение дня они подходят к этим мискам и каждая ест столько, сколько ей надо. Здорово. У меня, честно, даже сказать нечего. Я не ожидал, что это будет настолько технологично, потому что сколько я вот видел в таких исследовательских центрах, в домашних, как мы уже чуть ранее обсудили, но, конечно, ни в какое сравнение не идет. Так что, да. Да. Большое спасибо вам за использование. Мы можем здесь с собой гордиться. Очень круто. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение. Ну, для меня это, конечно, очень здорово. Да, друзья, практически все компании, которые я знаю, прежде чем выпустить на рынок свой новый продукт, тестируют его на кошках-собаках. Кто-то на своих домашних питомцах, кто-то отдает заводчикам, приютам, либо содержит небольшие группы. Но вот именно, друзья, вот такого масштаба, друзья, я честно вижу впервые, где есть отдельные группы питомцев, которые работают на вкусовую привлекательность, на поедаемость, на оценку фекальных масс. И при этом у каждого есть своя электронная метка, благодаря которой он получает корм. То есть исследователи, люди могут наблюдать, сколько съел питомец, понравился или не понравился корм, потому что если питомец подошел к корму, и он не стал его кушать, ну, значит, какая-то вот вкусовая привлекательность не супер. И при этом 24 часа на 7 в режиме онлайн люди видят, что происходит. Ну, друзья, это реально очень круто. Друзья, делитесь своим мнением в комментариях, как вам вот этот масштаб. И также пишите в комментариях, какой продукции Альфа-Пет вы пользуетесь. Напишите свой практический опыт. И, конечно же, друзья, большое спасибо вам за просмотр этого ролика, за лайки. И, как всегда, вам напоминаю, что любите своих питомцев, держите хвост пистолетом и пока!